Ранние подъемы, полная готовность в путь. 12 бегунов должны достичь Уфы. В столице республики Башкортостан встретятся участники движения «Бег мира» со всей страны. Эта команда стартовала из Владивостока и представляет восточную ветку, в которой бегут жители Ижевска, Челябинска, Смоленска, Кемерово, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Через пару месяцев они соединятся со своими товарищами с западного направления. Эстафета проводится в глобальном масштабе раз в два года. И каждый раз мы меняем маршрут, чтобы подключались новые города, чтобы старт-финиш был в разных местах. И финиш в Уфе интересен тем, что Башкирия условно проходит граница между Европой и Азией. Путь бегунов составит примерно 9 тысяч километров. Дистанцию команда бежит поочередно. Среди участников акции Светлана Хисамудинова, самая взрослая спортсменка, ей уже 72. Бегом женщина занялась после 50-ти и стала победительницей в суточном забеге в Швейцарии и еще нескольких крупных марафонах. Эти соревнования позволили мне участие в этих соревнованиях, раскрыть свои 50 лет, начала марафоны бегать. Сейчас 60 марафонов, 40 суточных пробегов, то есть 50 лет, 3 19-суточных, 2 16-суточных, 6 10-суточных пробегов и 6 6-суточных. В этом году я пробежала в Нью-Йорке, в апреле тоже 6-суточный пробег. То есть разговор идет о неисчерпаемых возможностях человека. В нашем городе еще двое бегунов присоединились к команде. Весь маршрут они не побегут, а сопроводят команду до Михайловки. Готовы через два года с ними до Хабаровска. В этом году предлагали, но я посчитала, что за один год не нужно так рисковать, нужно немножко подготовиться окончательно. В 9 утра участники акции «Бег мира» начали движение от центральной площади города. В этом году марафон стартует в 25-й раз. Акция мировая и в итоге дороги марафона соединят Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Монголию и Белоруссию.